В этот день, 18 ноября, родились. Михаил Скопин-Шуйский, самый успешный русский полководец Смутного времени. Михаил Водопьянов, советский летчик, один из первых героев Советского Союза, пилотов, спасших полярную экспедицию Челюскина. В этот день, 1723 года, первое желе задал завод на Иссети, Екатеринбург. Иногда эту дату считают днем рождения крупнейшего города Урала. 18 ноября 1914 года арестованы члены большевистской фракции в Госдуме. В тылу воюющей армии они готовили революционные беспорядки. 18 ноября 1917 года по новому стилю впервые за долгие годы состоялось избрание патриарха московского и всея России. Им стал ныне канонизированный святитель Тихон. Память о патриаршестве не умирала в русской церкви никогда, с самого дня его отмены Петром Великим. Хорошо известно обращение на имя государя Николая Второго с предложениями вернуть России единого духовного пастыря. И ответ. Когда наступит благоприятное для всего время, по древним примерам православных императоров, дать всему делу движение. 1917 год не обещал церкви быть таким уж благоприятным. Сначала отречение монарха. Потом весной, хотя и было принято решение о созыве Всероссийского поместного собора, у идеи восстановления патриаршества оказалось немало оппонентов внутри синода. Патриаршество – это единоначалье. А единоначалье – это удар по соборности. Так считали многие непоследние люди. Тем удивительнее звучат слова свидетелей этих событий, епископа Астраханского Митрофана, в будущем канонизировано. В самый день избрания нового главы церкви он скажет о том, как участники собора с изумлением наблюдали, как прямо чудодейственного растала мысль о патриархе и скоро воплотила в себе лучшие чаяния русских людей. Никто специально не подготавливал почву для перемен в церкви. Все произошло как будто само собой. Архиепископ Тихон сразу занял одно из видных мест в этих событиях. Сначала он был избран провести подготовку поместного собора, который в русской церкви не проводился более 200 лет. Его только-только возвели в сан-метрополита. Он и председательствовал на этом соборе. В миру Василий Белавин принял постриг в 1891 году. Он был любим паства везде, где мы не служили. И в Северной Америке, и в Ярославле, и в Литве, и, наконец, в Москве. Но в эти же дни ему предстояло решить массу непростых организационных вопросов и проявить недюжинное мужество. Съезд открылся 15 августа в Кремлевском Успенском соборе, а все основные события проходили под аккомпанемент настоящих боев. Это была, без сомнения, одна из самых драматичных страниц истории церкви. Хроника событий такова. 7 ноября по новому стилю в Петрограде, а потом и в Москве, свершился большевистский переворот. Три дня спустя Кремль заняли уже отряды юнкеров. Большевики решили действовать быстро, и по осажденным был открыт артиллерийский огонь. В те же часы, услышав новость, что Кремль пал, участники собора молились и тревожились об участи юноши юнкеров и об участи святынь, подвергшихся обстрелу. К месту событий выдвинулся митрополит Тихон и с ним небольшая группа священников. Многие спутников Тихона вернулись с полдороги, поведав, что митрополит шел совершенно спокойно, не обращая внимания на зверевших солдат, на их глазах расправлявшихся с кадетами и побывал везде, где было нужно. Когда митрополит Тихон вернулся и доложил об обстановке, было решено поспешить с выборами патриарха. Большевики могли ворваться и буквально разогнать собор. Первым этапом нужно было избрать трех кандидатов. Ими стали архиепископ Антоний, архиепископ Арсений и митрополит Тихон. Окончательное решение предоставили промыслу Божьему, тянули жребий. 18 ноября по новому стилю, перед иконой Владимирской Божьей Матери, митрополит Киевский Владимир провозгласил имя избранника. Митрополит Тихон не жаждал этого избрания, со смирением приняв весть. Готовился он к принятию высокого сана в Труице-Сергиевой Лавре, проводя все время в молитве. Торжество прошло в Успенском соборе под колокольный звон. Внутри Кремля и на Красной площади сошлись массы разного людо. Большевики еще не чувствовали себя полными хозяевами России и не препятствовали крестному ходу. Хотя не снимали шапки, отпускали шутки, насмехаясь и громко разговаривая. На плечи патриарха лег тяжкий крест. В это смутное для страны время он стал единственным законно избранным лидером.